Доброго вам всем времени суток, дорогие наши телезрители! А сегодня мы с вами поговорим о Роберте Де Ниру. 17 августа ему исполнилось 70 лет. Уникальный актёр, известный всем на свете, ну, разве что папуасские племена с ним пока не знакомы, так как телевизоров нету. А так мы его все знаем и все любим. Кстати, у него есть второе имя, у этого знаменитого итальянца. Но точно установить, какое имя, пока не удалось. То ли Марио, то ли Энрике. Роберт Де Ниру был дважды женат. Со своей первой супругой, актрисой Дайан Эбботт, актёр развёлся в 1988 году. От этого брака у него есть сын Рафаэль и дочь Дрэна, ребёнок Дайаны, которую он удочерил. Затем Де Ниру почти 6 лет прожил с моделью Туки Смит. Суррогатная мать родила для них двоих мальчиков-близнецов. В 1997 году Де Ниру женился во второй раз. Женщин предпочитает чернокожих. Так вот, Роберт Де Ниру является обладателем не только актёрских наград, но и лауреатом различных премий за вклад в киноискусство. В 1993 году Венецианский кинофестиваль отметил его карьеру премией за вклад в мировой кинематограф. А в 1997 году влияние Де Ниру на киноискусство было отмечено аж премией Московского международного кинофестиваля. В 2000 году последовало признание Берлинского кинофестиваля. А в 2003 году достижения Де Нира в кино были отмечены Американским институтом киноискусства. В 2009 году актёр получил премию «Британия» от Британской киноакадемии за личный вклад в развитие кинематографа. А в 2011 году он удостоился премии «Золотой глобус» в этой же номинации. Короче, снова отметились все, кто мог. И помимо актёрской деятельности Де Ниру пробовал себя и в режиссуре, а также он выступал и как продюсер многих фильмов, в которых снимался ещё с 1989 года. А вот в несъёмочной площадке Де Ниру знает не только как блестящего актёра и продюсера, но и как очень удачливого игрока на рынке недвижимости. В 2008 году он занимал позицию под номер 26 в топ-100 крупнейших владельцев недвижимой собственности. Большинство его собственности сосредоточено на Трайбеке. Название этого района Нью-Йорка зазвучало на весь мир после того, как Де Ниру стал сорганизатором международного кинофестиваля Трайбека, который призван возродить культурную жизнь в этой части города после трагедии 11 сентября 2001 года. Значительную часть своих средств он инвестирует в различные предприятия, являясь их совладельцем или владельцем. Самые известные из них – всемирная сеть ресторанов «Нобу», компания «Нобу Хоспиталити» и ресторан «Рубикон» в Сан-Франциско. Он также является совладельцем ресторанов «Луканда Верде», «Трайбека Гриль», гостиницы «Гринвич Отель», а также активно занимается благотворительностью. Вот такой он у нас живчик. Всего вам хорошего. Подписывайтесь, приходите. Рады всегда вас видеть. До новых встреч.